Всем привет! Сегодня я к вам с очень вкусной, нежной, воздушной творожной запеканкой. Готовится легко и просто. Для этого нам понадобится 2 пачки творога любой жирности, сметана, сахар, манка, яйца, масло, изюм, ванилин или ванильный сахар. Количество ингредиентов будет в инфобоксе. В творог добавляем сахар по вкусу. Я добавила 4 столовые ложки. Сюда же ванильный сахар и разминаем толкушкой. Магазинный творог довольно-таки мягкий и однородный и этого будет достаточно. Добавляем 2 столовые ложки с очень хорошей горочкой сметаны любой жирности. В творожную массу разбиваем 2 куриных яйца. Дополнительно взбивать яйца миксером не нужно. Поскольку творожная масса и так довольно-таки легкая, она хорошо подходит духовке. И если взбить яйца, вероятность того, что запеканка осядет в процессе выпечки, возрастает. Затем нам надо будет творожную массу загустить манной крупой. На такое количество ингредиентов берем 4 столовые ложки с небольшой горочкой. Хотя количество манки определяется густотой творожной массы. И вам может понадобиться или чуть меньше, или чуть больше. Совсем забыла! Сюда же добавляем негашеную соду примерно четверть чайной ложки. Изюм заливаем горячей водой и оставляем на 10 минут. Растопленным сливочным маслом смазываем форму, в которой будем запекать запеканку. Оставшееся сливочное масло я вылью сверху на запеканку. Изюм обсушить бумажным полотенцем. Добавить его в творожную массу. Перемешать. И оставляем на 30 минут. Зачем? Для того, чтобы сухая манка успела разбухнуть. Если этого не сделать, может получиться так, что сухая манка будет ощущаться в готовой запеканке. Вот такая вот у нас должна получиться масса. Не сильно густая. Выложим в форму наше творожное тесто. Разровняем. Сверху запеканку смажем сметаной. Это делается для того, чтобы в процессе запекания сверху не образовалась толстая плотная корка. Наверняка вам знакома ситуация, когда запеканка очень хорошо поднимается в духовке, но после того, как вы ее достали, она оседает. Вот это в основном из-за того, что в запеканке образовалась твердая корка. Поэтому смазываем сверху сметаной. Корочка получится тоненькая и мягенькая. Оставшееся сливочное масло выливаем сверху на запеканку. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Время запекания зависит от формы, в которой вы запекаете, от густоты творожной массы. Духовки у всех разные. В среднем это где-то 30-40 минут. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие видео. Всем приятного аппетита и хорошего настроения!